Ситуация в Дагестане вызывает серьезные опасения и требует неотложных мер. Такое заявление сделал сегодня президент России Владимир Путин в ходе совещания с представителями власти и муфтием Республики Дагестан. О самых главных моментах расскажет моя коллега Хадижа Курбанова. Ей слово. Сдержать распространение коронавируса в Дагестане всеми силами и помочь Республике всей страной. Вот основные тезисы выступления главы государства, у которого происходящее в регионе вызывает серьезные опасения. Поэтому вопросом всесторонней поддержки Дагестана и неотложным мерам в этой связи было посвящено отдельное совещание. Первое подобное в таком формате и в практике президента страны за время борьбы с эпидемией. Путин отметил, что в ближайшее время региону будет оказана всесторонняя поддержка. А перед этим исчерпывающе и правдиво о ситуации в Дагестане рассказал муфти Республики Ахмат Хаджи Абдулаев. По статистике уже говорят, что более 700 человек умерло. Погибло около 50 медработников. Эти цифры, к сожалению, растут с каждым днём. Люди остались без работы. Но проблема в том, что это только зафиксированные случаи смертей в больницах. Никто же не ведёт статистику людей, которые умирают от болезней в своих домах. Они умирают, их хоронят по обичиям и их никто не считает. Можно сказать, что люди самые виноваты в таком огромном количестве заражённых. Да, не все серьёзно отнеслись сразу. Где-то не поверили до конца. Кто-то думал, что пронесёт. Но я думаю, вы согласны с тем, что халатность людей не будет бросать их в такой катастрофе. Не достаёт лекарств и коек. Поэтому спасение сейчас в соблюдении режима самоизоляции. Так говорят эксперты. Так и глава республики в очередной раз призвал к тому, чтобы люди сидели дома. Особенно его просьба касалась родственников больных, которые сегодня, пытаясь передать посылки близким или как-либо поддержать их, поступают только во вред себе. Уважаемые дагестанцы, нам нужно обеспечить не только в больницах, но и на территориях режим изоляции. У нас особое отношение к ближнему. Вот эти передачи, попытки пройти из одной зоны в другую, сопровождение родственникам на машине, машины скорой помощи с перевозимым заболевшим. Вот сейчас просят о чём руководитель, и он и не один, чтобы мы дали силу правопорядка, чтобы обеспечить эти требования. Мы их будем неукосительно выполнять. Хочу одновременно извиниться перед нами, уважаемые дагестанцы, за эти ограничения. Но иначе нам болезнь не отдали. И это показывает практику. Владимир Васильев сказал также о необходимости строительства в республике крупного инфекционного центра. Эти слова нашли поддержку у других участников совещания. Так, министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что сейчас в Дагестан следует отправить дополнительные медицинские силы и средства. Глава государства также поддержал Васильева в вопросе строительства инфекционного центра и поручил это Минобороны страны. Прямо сейчас хочу поручить Министерству обороны, с учётом успешного опыта по строительству многофункциональных медицинских центров в регионах, оперативно развернуть строительство такого центра в Дагестане не менее чем на 200 мест. Причём, как и в Воронежской области, такой центр в дальнейшем должен быть передан региону. И в полной мере использован для укрепления системы здравоохранения Дагестана. Сейчас от наших совместных действий, от усилий всех жителей республики, от вашей сплочённости, выдержки, ответственности, от строгого следования рекомендациям врачей и специалистов, зависит, чтобы Дагестан как можно быстрее преодолел угрозу эпидемии. Чтобы мы сберегли главное. А главное – это жизни людей. Рассчитываю на вас, дорогие. И хочу, чтобы вы знали и были уверены, с Дагестаном сейчас будет вся Россия. Отметим, что всего в республике коронавирусом и вне больничной пневмонии заболели свыше 13 тысяч человек. Только треть всех заболевших – это люди старшего возраста, а 10% – и вовсе дети. Кроме того, 60% инфицированных – тяжёлые больные с вирусной пневмонией. По приблизительным данным, от болезней скончалось около 700 человек.